Всем привет! Мы команда X-TeamCoders, меня зовут Коля, также у нас в команде Дания и Сережа. Наш ментор Юлианна Михалай, и давайте я начну рассказывать о том, что представляет наша система. Область применения этой системы — это предприятие, выпускающее различную электронику, но также возможны расширения на другие предприятия. Для чего нужна наша система? Она нужна для автоматического вычета выпускаемой продукции, для контроля прохождения изделий на различных этапах техпроцесса, то есть это будь то сборка, наладка, технический контроль и так далее. В нашей системе есть потенциал для автоматизации производства, то есть при переходе производства на автоматический режим, наша система также можно применять. В чем преимущество нашей системы перед классическим подходом? Во-первых, мы снижаем нагрузку по контролю за производством изделий, которая обычно ложится на плечи обычных людей. У нас актуальная информация онлайн, то есть человек, ответственное лицо, может получить эту информацию. Мы исключаем человеческие ошибки и всякие округления при подсчете изделий на разных этапах производства. И наша система легко масштабируемая, независимо из того, сколько, какие масштабы производства, наша система легко может подстроиться до этого масштаба. Значит, как это работает? У нас существует клиентское ПО, которое позволяет вносить в нашу базу, которая крутится на сервере, вносить различные изделия, регистрировать, которые выпускает наше производство. С помощью этого же ПО мы получаем штрих-коды, которые мы затем наклеиваем на изделие. Далее исполнители из разных участков производства, то бишь сборщики, регулировщики, настройщики, технический контроль. Эти исполнители, используя сканер, они сканируют этот штрих-код, и по сути это все, что они делают. Им особо думать не надо. Сканер же под капотом, считывая этот штрих-код, дальше отправляет информацию от сервера. И в зависимости от роли исполнителя, просит сервер внести в базу данных запись о том, что это изделие прошло такой-то этап, то есть будет сборка, настройка и так далее. Также с помощью клиентского ПО аудитор, контролирующий лицо, может запросить с сервера информацию об изделии и увидеть, когда оно прошло тот или иной этап, и прошло ли оно вообще этот этап. Я занимался сканером, про остальные части работы расскажут ребята. Сканер можно увидеть на картинке. Это мобильный сканер с возможностью выхода в интернет. Какие возможности нам предоставил производитель? Это, условно говоря, суперсовременная IDE. Вот тут скрин снизу показывает, какая она крутая. Она поддерживает исключительно язык C. Под этот сканер частично задокументированы API, которые позволяют работать с органами управления, с интернетом, с внутренним хранилищем. И также предоставлена утилита для загрузки прошивки в память. Ну и, собственно, все. В общем-то, стало понятно, что этого не хватает для нормального проекта, поэтому пришлось применить некоторый реверс инжиниринг. И в процессе ковыряния в файлах, то есть самые суперсовременные IDE и так далее, я выяснил, что на борту этого сканера стоит микроконтроллер. Я узнал семейство микроконтроллера. Это позволило мне выяснить, какое там стоит ядро. И также я нашел, где все-таки лежит статическая библиотека, которая содержит бизнес-логику для обработки API-вызовов. Исходя из того, что я накопал, я набрал себе инструментарий. Это toolchain для разработки под целевую архитектуру ARM. Мне пришлось написать Interscript для того, чтобы разметить память, потому что нет операционной системы и все нужно размечать вручную. В качестве системы сборки я использовал CMake и специальный toolchain файл, который позволяет осуществлять кросс-компиляции под микроконтроллер STM. Спасибо репозиторию. В процессе работы я использовал различную документацию, а также Stack Overflow и тематические форумы. Какие программные модули были реализованы в ходе работы над проектом? Это класс для взаимодействия с пользователем через клавиши. В кавычках GUI. Тут можно увидеть некоторые скрины, как оно все выглядит для работы с пользователем. Реализовал стэк TCP, HTTP и JSON над реализованным в API-IP уровнем. Класс обертка для работы непосредственно с самим сканером, т.е. сканирование штрих-кода, получение штрих-кода и дальше работать с ним. У меня все. Я разрабатывал клиентское ПО для нашего проекта. Оно использовалось для авторизации пользователей, просмотра всех моделей, устройств, информации о них. Также с его помощью можно добавить новую модель, добавить новые устройства и сгенерировать штрих-коды. Также были функции печати штрих-кода на принтер и сохранения штрих-кода в файл. Инструменты, которые я использовал, это Qt Creator и Boost. Boost используется для реализации сетевого взаимодействия и Boost Property 3 для паршинга JSON. Также я нашел библиотеку на GitHub для работы с штрих-кодами, в частности, с дата-матриксами. В архитектуре я использовал два класса обертки. Первая оборачивала библиотеку для работы с штрих-кодами, а вторая, она инкруслировала себе всю работу с сервером. Добрый вечер, еще раз меня зовут Даниил, и в этом проекте я отвечал за HTTP-сервер. Собственно, какие задачи требуются от моего HTTP-сервера? Это получение запросов, это обращение к базе данных, аутентификация пользователя сканера, их же регистрация, генерация QR-кодов уникальных и, соответственно, отправка ответов. В процессе разработки использовались следующие технологии. Это BoostBist для реализации многопоточной модели сервера. Для взаимодействия с базой данных использовался MySQL-LCP-коннектор и OpenSSL. Также по ходу проекта от нас отвалился один участник, и вся реализация базы данных легла на меня. Собственно, что должна уметь наша база данных? Это добавление новых устройств, добавление моделей новых устройств, авторизация клиентов и сканеров, и также редактирование всего вышеперечисленного. Грубо говоря, в этом проекте я отвечал за весь бэкэнд. Ну, вот в итоге работа над нашим проектом. Нами была разработана, собственно, описанная система. Мы ее протестировали, ну и получили в ходе работы опыт в проектной деятельности и работы с различными инструментами разработки и отладки. И сейчас я покажу еще маленькое видео на минуту буквально, как это все работает. Сережа, мне нужны штрих-коды на наше устройство. Нужны штрих-коды? Ты по адресу. Высылаю по почте. Дань, принимай запрос. Так, ну вот, собственно, наверное, все. Спасибо, что выслушали. Готовы ответить на ваши вопросы. Ребята, спасибо. Достаточно крутая штука. Я немного не понял, как у вас осуществляется связь сканера самого с сервером? Давайте отвечу на вопрос. В сканере, то есть сканер способен подключаться к Wi-Fi, и там реализован IP-уровень. То есть по IP-каналу можно посылать сырые байты с помощью C-API. Дальше над этим всем я как бы прикрутил TCP-уровень. Вот в TCP-пакет у нас заворачивается HTTP-запрос, а там внутри, помимо хедера, лежит JSON-запрос. И сервер, принимая, он этот JSON-запрос парсит, и в зависимости от того, что там, выполняет операцию. А вот вы весь вот этот сетевой стэк сами писали на устройство или готовы, или вы использовали? TCP я подсмотрел, JSON, там не такая большая вариативность была по JSON, поэтому это руками было написано. Нормально, неплохо. Окей, у меня больше вопросов таких нет. У меня вопрос, но скорее не технического, а такого идейного плана. А вот у вашей поделки, вот кто у нее может быть потребителем? То есть чисто теоретически. Вообще рассчитывалось на маленькие предприятия, в которых, ну, становится, они начинают стремиться к большим предприятиям, но у них начинаются проблемы с тем, что, а сколько у нас устройств вот тут сделано, а сколько у нас устройств прошел технический контроль, вот, ошибки и так далее, вот, такие вот вещи, и вот их хотелось бы устранить. То есть у этих производств еще нету какого-то автоматизированного контроля, и можно быстро ввести им эту систему. А вот касательно штрих-кодов, может ли быть ситуация, что будет выдано два одинаковых штрих-кода разному предприятию? Нет, не может быть, потому что все штрих-коды сгенерированы и проверяются на уже соответствие базе данных. А штрих-код генерируется при обращении? Да, посылается запрос на добавление девайсов, в видео это было, по-моему. Посылается запрос на добавление девайса, я генерирую уникальное число, проверяю, есть ли оно в базе данных, и отсылаю его в JSON-формате. Получается, что на каждый запрос нужно обязательно сходить в базу данных и проверить, есть ли он там, да? Да. А вот если много будет запросов, это же всегда задержка, ходить в базу данных, эти раунд-трипы. Вот, может быть, стоило бы генерировать заранее какой-то набор штрих-кодов и давать их по запросу? Может быть, честно говоря, не думал об этом. Спасибо за это. Представим, представим, что много-много таких предприятий пришло к вам и хочет каждую, не знаю, тысячу РПС в СИП. Мы просто разворачиваем решение, он премис на их серверах, и никаких проблем нет. Да, ребята, молодцы, все круто. Спасибо.